Всем привет! Меня зовут Влад Филадов и я предлагаю вам ознакомиться в этот раз со смартфоном Lumia 540 от компании Microsoft. Теперь уже не Nokia, но от этого хуже не стало. Будем сейчас разбираться, что стало даже лучше. Ну и, конечно же, самый важный момент, то что данный смартфон попал ко мне в руки из магазина nstore.ru. Ребятам огромное спасибо! Они, кстати, попробовали, оформили мне заказ, как будто я именно оплатил данный товар, и я видел весь процесс доставки. Очень круто, уведомления идут по каждому пункту, то есть там сборка, вам позвонили, не позвонили, курьер выехал. В общем, все дела, это все приходит на почту, очень правильно, очень полезно, и, вы знаете, я бы говно не стал советовать, и nstore.ru реально молодцы. Так что ссылочка будет в описании, обязательно переходите на магазин, на сайт магазина, там можете себе приобрести вот такую вот 540-ую Lumia, если она вам сейчас понравится, ну или, например, любую другую. Откладываем коробочку в сторону, она, кстати, такая веселенькая у Microsoft, да, и у меня вот здесь вот лежат бумажки, чтобы вы точно убедились, что все замечательно, что, известно, хорошее, здесь есть гарантийный талон, то есть гарантия на будет вашу новую Lumia, все дела, счет оплаты, так что, nstore.ru, молодцы. Отложим в сторонку. Ну и, конечно же, у нас здесь вот на пленочке была на экране наклеена с самого начала, и на этой пленочке написано, что это отличный смартфон, как ни крути. Фронтальная камера 5 мегабикселей, тыловая камера 8 мегабикселей, яркий HD дисплей размером 5 дюймов, четырехъядерный процессор, кстати, с тактовой частотой 1.2 гигагерца, гиг-оперативки в помощь встроенной памяти 8 гигабайт, Microsoft Office, VK, Яндекс.Музыка и Skype. В общем, очень-очень правильный такой набор. Внутри находятся, естественно, книжечки, но я даже доставать их не буду, там инструкция по эксплуатации и вот такой вот зарядник с надписью Microsoft. При этом он, как вы видите, не на USB, а вот с встроенной такой вот штучкой. На выходе это все тот же microUSB, то есть здесь как бы ничего такого, но вот вынуть кабель и для синхронизации его использовать уже не получится. Может быть минус, но с другой стороны зарядник стал максимально компактным, насколько это возможно. Так что придется вам где-то microUSB кабелем отдельно разжиться. В комплекте он не идет. Так же, кстати говоря, как и гарнитура. Но зато ценник 9990 рублей явно идет на пользу самому смартфону. С тыловой части, как мы уже узнали, находится камера на 8 мегапикселей, при этом она необычная, а достаточно интересная. Что касается интереса, то здесь, как раз, апертура f2.2. Достаточно светосильный объектив, следовательно, фотки будут получаться отличными. Например, фото будут, как всегда, в конце, сможете на них посмотреть. Оригиналы фото предложу ссылочку в описании. Аналогично сможете ознакомиться на уже Google Drive. Что касается еще тыловой части, что здесь находится. Пластик достаточно мягенький, имитирующий soft-touch, но это не soft-touch, это именно пластик. На мой взгляд, цветные вариации выглядят лучше. Вот, кстати, на коробочке здесь отображены даже такая вот оранжевая и голубая, поэтому прям все отлично. Светодиодная вспышка находится, ну и, конечно же, в нижней части динамик. Что касается верхней части, то тут 3,5 миллиметра разъем для наушников, ну и, конечно же, микро-USB-порт для синхронизации и зарядки вашего смартфона. С правой стороны у нас находится кнопка включения-выключения разблокировки и гачелька громкости. С левой ничегошеньки нет. С фронтальной части у нас 5 мегапикселей камера, которая, видимо, ориентирована специально для селфи, разговорный динамик, ну и, в общем-то, особо ничего больше нет. Никаких сенсорных кнопочек не предусмотрено. Что касается габаритных показателей, то толщина здесь у нас 9,4 миллиметра. Много, но не то чтобы прям запредельно и вес 152 грамма, что мне нравится. Вот здесь вот нарисовано, как ее открывать. Давайте попробуем ее откроем. Как и все, вот Nokia всегда не очень все-таки удобно открывать. Могли бы повзаимствовать у коллег по цеху вариацию. Отложим крышечку в сторону. Здесь у нас аккумулятор 2200 миллиампер часов, две сим-карточки, это Dual SIM. Нет поддержки LTE-сетей, только 3G, но, в принципе, с учетом цены вполне себе. Плюс SD-слот для карт памяти. MicroSD карточек памяти. Закроем. Соответственно, 8 гигабайт сможете расширить встроенный. Что касается дисплея, то дисплей здесь яркий, контрастный, с очень хорошей цветопередачей, но, в принципе, вам это видно. И действительно, к нему придраться, наверное, можно только по одному моменту. На солнце он немножко вот взлетает и выглядит, ну, не таким ярким и сочным. При этом HD-разрешение не мешает, и это один из самых-самых таких прикольных, интересных HD-экранов. В силу того, что черный здесь должен быть глубоким, и он здесь глубокий. Поэтому никаких нареканий не вызывает. Очень приятно пользоваться, приятно смотреть как картинки, так и стерфить в интернете, ну, и, конечно же, социальные сети, видео и все остальное. Я не буду рассказывать вам о платформе Windows Phone 8.1 в силу того, что «А зачем?». Есть куча видео, можете посмотреть. Скажу, что приложения здесь начали появляться достаточно активно. Большая часть их уже здесь присутствует. Даже Instagram приехал года полтора-два назад. И это немаловажно. То есть все социальные сети на месте. Для меня это как бы уже показатель, что все хорошо. Пока что Google игнорирует платформу как платформа. То есть здесь нет Chrome, официальных приложений по большей части. Все остальное, ну, всегда есть альтернативы. Ну, или же какие-то решения, которые Microsoft интегрирует сама. Интерфейс камеры позволяет нам, интересненько так вот тоже подходить к процессу съемки, конечно же. Да, вот мы можем открыть здесь. Здесь можно и баланс белого поправить, и ISO, и все остальное. Так что камера, та, что Lumia Camera, очень-очень даже неплохая. Если мы откроем как раз настроечки, то увидим здесь вот такой вот замечательный пункт, который меня немножко расстроил. Видео пишется с разрешением FWVGA, то есть 848 на 480 пикселей. Ну, могли все-таки хотя бы HD разрешение допихнуть. 8 мегапикселей этого достаточно. Да и плюс 1,2 ГГц четырехъядерный процессор, явно бы тоже это потянул. Ну, может быть, какие-то свои у них были для этого проблемы и задачи, которые они решали. Конечно же, этот смартфон ориентирован на Windows 10, то есть Windows 10 Ready, и обновление сюда прилетит, и будет изначально поддерживаться со всеми вытекающими. Несмотря на достаточно бюджетную цену, и бюджетный сегмент все-таки среди всех Lumia 540, как раз нам Циферка об этом и говорит. А что касается Antutu Benchmark, то результат здесь вот такой вот. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан- 11 590. Данный результат хорош чем? В том, что на Windows Phone это можно смело множить на 2 и получите приблизительный результат того, как бы это выглядело на Android. Но при этом здесь, естественно, ничегошеньки не тормозит, вообще никаких фризов, все очень быстро открывается, можно открыть кучу приложений различных, и никаких проблем здесь не будет. Давайте-ка вот так сейчас. Откроем приложение, потому что я еще не успел, чтобы оно загрузилось. И, соответственно, ну действительно здесь никаких сложностей или чего-то в этом духе не будет. Очень-очень все хорошо, и к производительности придраться нельзя. Ну и там порядка 23 тысяч по соотношению с Antutu на месте. И, по сути, мне это особо рассказать, больше о смартфоне нечего. Визуальную часть, я думаю, вы оценили. Дисплей я вам показал. Действительно ничего не тормозит. Рассказывать о фишках операционной системы я не вижу смысла. Lumia камера стоит на месте, то есть вы можете ей спокойно пользоваться. Есть предустановлены некоторые другие сервисы, типа Яндекса и так далее. С другой стороны, здесь есть магазин, в который вы можете зайти и скачать любое другое приложение. Плюс Windows 10 совсем скоро сюда тоже придет, и это станет еще более интересным решением, гаджетом, который можно и, наверное, нужно иметь в кармане, при условии, что вы Windows-пользователь на дисктопе. Там будет связка большая, я уже ее пробовал между десяткой на дисктопе и десяткой на смартфоне. В общем, если вы Windows-вод, то однозначно интересно. Ну, с MacOS в принципе тоже дружит и достаточно неплохо дружит. Ладно, буду завершать свой опус на этом. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх. Конечно же, переходите по ссылочке в описании на nstore.ru. Вдруг вам это Lumi понравилось. В принципе, я с ней походил пару-тройку дней. Как вы видите, у меня тут даже сим-карточка ваткнут. Сейчас я специально приближу. Да, вот здесь вот вы видите, что находится связь. И вот прям реально без нареканий. 540-ая, прям крутая-крутая, хотя и недорогая. Ну и, конечно же, всячески активничаем. Чем больше лайков, подписок, комментариев и всего остального, тем больше у меня желание делать новые-новые видео. Всем еще раз огромное спасибо, что досмотрели до конца. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова